История про то, как трамвай приехал из Ленинграда в Стрельную был встречен немцами, известно многим. Мало кто ожидал, что враг будет на подступах к городу так скоро, но и вермахтин никто не ожидал, что город на Неве окажет такое упорное сопротивление, что дальше вот этого рубежа, который нынче находится даже не на окраине, будет не пройти. По многим причинам. Одна из них перед вами. Это ДОТ номер 930. Хроника блокады наполнена нескончаемым количеством удивительных историй. Одна из них повествует о том, как под самым носом у немецко-фашистских войск была создана линия обороны «Ижора». 108 ДОТов из монолитного железобетона, и возводились они преимущественно женскими руками. Моя бабушка рассказывала, как она, тогда еще 15-летний подросток, долбила на нынешнем московском проспекте ямы под противотанковые ежи. Зимой. Ломом. Но строителям вот этих вот ДОТов приходилось действовать еще в более сложных условиях. Один из них, Леонид Смирнов, вспоминал, что земля за ночь промерзала на 10-15 сантиметров. От нее даже ломы отскакивали. И тогда с Кировского завода привезли специальные такие металлические стальные клиния, которым были прикреплены ручки, сделанные из арматурной проволоки. Также доставили и кувалды. Но на пустой желудок 8-килограммовой кувалды не помашешь. Менялись практически каждые 5 минут. А когда доходили до мягкой земли, то старались завершить работу за один день, потому что за ночь промерзали и стенки котлованов. Никто в городе вспоминал Леонид Смирнов. Ложась в постель, не был уверен, что доживет до утра, что постель не станет его могилой. Но мужской силы не хватало, и тогда весной 1942 года были созданы женские военно-строительные отряды, которые существовали только на Ленинградском фронте. Туда записалось более 15 тысяч ленинградов. У них был необычный статус на положении состоящих в Красной Армии. Это официальная формулировка. Таких женщин называли стройармейцы. Им было не положено ни воинских званий, ни военной формы, ни, что самое главное, красноармейского пайка, который был весьма актуален в блокадном Ленинграде. При этом они жили, соблюдая воинский устав и воинскую дисциплину. По воспоминаниям командира взвода Марии Погодиной, из казарм на строительные объекты приходилось ходить 8 километров. Это в один только конец. Кстати, по поводу качества бетона, из которого сделан и этот ДОТ. Бетон должен был быть плотным, без единого пузыря. Для этого его долго толкли и утрамбовывали. И была еще такая специализация кружелиха. Это когда доски в опалубке нужно было скруглять под форму ДОТа. При этом опалубку использовали только один раз. Под следующий ДОТ делали новую. Этот ДОТ, как и все аналогичные, был герметизирован, был обеспечен системой вентиляции, канализации, системой охлаждения, а также телефонной связью. Каким же все-таки образом удавалось взводить такие, не побоюсь этого нарочитого пафоса, титанические сооружения прямо под боком у немцев? Объекты строительства, как и пути подъезда к ним, были умело скрыты специальными маскировочными сетями. Работали, естественно, в специальных маскировочных халатах. Ночью горели лампочки синего цвета, скрытые в абажурах. Этот синий свет, он не рассеивался, но прекрасно освещал территорию и не был виден, что самое главное, для противника. Ни голод, ни артобстрел, ни авианалеты, ничто не смогло сломить этих удивительных людей. И теперь вот на этой линии противостояния течет мирная, размеренная жизнь. Но иногда не мешает вспомнить, благодаря кому эта жизнь стала такой мирной и такой размеренной. В преддверии 9 мая компания «Балтийская жемчужина» поздравляет всех ветеранов с праздником. И мы были рады рассказать вам об очередной странице истории Великой Отечественной войны. «Балтийская жемчужина» Продолжение следует...